Тема обучения переносит товары через актуальную конвейерную ленту и обрабатывает их в машины. И снова мы рассмотрим конфигурацию электрической последовательности, в которой объекты, обработанные машиной, отправляются обратно через конвейер. И я понимаю, что конвейерная лента передается через один мотор через направление вращения мотора. Доброе утро! Понимать конфигурацию электрической последовательности, приведенную в конфигурации экрана, и поведение различного электрического оборудования внутри блока управления. С левой стороны экрана расположены несколько кнопок, концевые выключатели, лампы и двигатели, а также конвейерные ленты на базе блока управления. А в центре экрана находится внутренняя часть блока управления, а ниже приводится краткое описание каждого устройства. В правой части экрана также есть монитор для проверки графика времени для каждой рабочей конфигурации. Прежде всего, убедитесь, что вы понимаете конфигурацию работы и проверяете ее с помощью симуляции. Узнайте о поведении электрической последовательности. Магнитный контактор MC1 используется для движения двигателя вперед, а MC2 для движения назад. Лампа GL загорается при первом включении выключателя. Когда пользователь нажимает кнопку PB1, релеар вай подается и удерживает себя. Когда нет входного концевого выключателя LS, питание подается на таймер T1, магнитный контактор MC1, лампу RL1. В это время двигатель вращается в прямом направлении, и конвейерная лента SB1 работает. По истечении времени установки таймера питания магнитного контактора MC1, лампы RL1 отключаются и двигатель останавливается. Машина MF начинает работать, лампа OL загорается. Когда машина начинает работать, в это время, если есть вход концевого выключателя LS, питание подается на лампы MC2 и RL2 магнитного контактора. В это время двигатель вращается в противоположном направлении, и конвейерная лента SB2 работает. Кроме того, работа машины завершена, и лампа OL гаснет. Лампа GL загорается только при отсутствии работы двигателя. Когда снова не вводится концевой выключатель LS, таймер T1, лампы магнитного контактора MC1 и RL1 начинают подавать питание. И конвейерная лента SB1 начинает работать. Конфигурация повторяется в порядке работы конвейерной ленты SB1. Работы машины и работы конвейерной ленты SB2 в соответствии с состоянием входа концевого выключателя LS. И пользователь может нажать кнопку PB2, чтобы отключить релеар вайп питание, и остановить все операции. Если через электрическую систему протекает перегрузка потоку, вся работа останавливается реле и OSR потоку. Кроме того, мерцание питается от и OSR, и лампы VL и Zoomer пересекаются друг с другом. В этом случае время установки таймера T1 составляет 6 секунд, а время установки FR мерцания составляет 2 секунды. Теперь давайте проверим каждый симулятор, чтобы убедиться, что он работает правильно. Продолжение следует... Продолжение следует... ЛС. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Overcurrent relay trip generation. Overcurrent relay trip release. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Input on. L.S. Input off. L.S. Input on. L.S. Input off. L.S. Press the button, PB2. Release the button, PB2. Press the button, PB1. Release the button, PB1. Overcurrent relay trip generation. Overcurrent relay trip release. Input off. Warring breaker. Сегодняшнюю тему обучения было легко проверить на заводе-изготовители с помощью этой конфигурации электрической последовательности. Я надеюсь, что вы можете думать о том, что вам нужно для различных операций конвейерной ленты. Пример обучения, подобный этому, позволяет нам создавать различные электрические последовательности и использовать их напрямую. Спасибо за просмотр. Проверьте подписку и подобную кнопку. Мы будем делать больше и больше обучающих видео. Любые другие вопросы будут оценены, если вы оставите их в комментариях под видео. Хорошего дня!